всем еще раз доброй ночи мы возвращаемся на матч команды бразил и коллектива квинси крю это все еще бен за сами ты это плей-офф стадия плей-офф сетка венеров победитель пройдет на победителя пара без коста инфомас и квинси крю показали что именно они готовы это сделать и очень быстро и легко но в этот раз бразил подготовились до закрывает мирона водону но это уже это уже хорошо абадон позиции 5 это правда не очень хорошо не очень звучит круто на строго страна куда хотя куда либо вот она тройка либо пятерку делать вариантов немного открывает абадона вот так вот рано но зато теперь стрелы не так страшны и абадон не страшны потому что если что ультимейт можно нажать но для тиммейтов не страшны потому что щит может повесить и сбросить себя этот эффект что тут вариант 2 было варианта взять сейчас абадона либо взять на первой стадии вместо бисмастер легион командор но вот решили что абадон будет поинтереснее ну квинси крю пока ничего не раскрыли последний пик у команды бразил как преимущество виде выбора мидеров draw рейнджер морфлинг прям подбанили хорошенько героев его ра но как видите у его ра пул большой он наводи отыграл может быть поначалу ему было тяжело но потом он подключился хотя давайте будем честны не я вар прошлую карту выиграл это был queen это был мсс но может быть еще и лелис вот вот эти три товарища они очень сильно повлияли на ход предыдущей карты появляется легион командору самих квинси крю тоже решили что у кей у вас и спасение от стрел у нас будут спасения от рора и от шаклшота опять же если все за не залетит легион командор это может быть проблема потому что вот абадон ультимейт может включить и сбросить себя негативные эффекты даже будучи в стане у легион командор такой функции нет нет ну ладно хороший пик что что тут говорить легион командор мира на прекрасная пара прекрасная пара тролли собирает себе бразил остается классический свен для квинси крю остается тоже самый войд но в общем могут часы миде разобрать если какой-то мид нужен прям очень сильно есть вот перед тот же а вот спирт и не таки terror блэйдом берут error blade против тролля но это мы уже видели это мы уже видели очень будет много зависит от легион командор от ее просто атака пока террор блэйд не купит тебе либо много статус резиста либо бкб иначе там просто может станов не выходить соответственно тебя за эти станы убьют что ты не успеешь на зате нажать и сандр баня зевса только что мы видели игру где зевс заставлял много проблем террор блэйду поэтому к черту зевс к черту пугна пугна поменялась сегодня об этом героя в начале это игровой ночи так до этого героя дело не дошло но пугна не будет погоны здесь уже не будет точно так ну и какой еще мидер еще мидер распугну остается кунка остается кунг то есть кунка снова может появиться в этот раз и для команды бразил да и в принципе к висе крю тоже могут здесь кунку кунка с алибарды может быть то есть тут какой-то бы герой который альтали барду прям купит и ему она заходит идеально анлины отличный пик был бы против террор блэйда за счет бирста рона террор блэйд просто не успеваю там за это стан что-либо нажать получает лагуну и ничем ты не спасешь пункт и не будет логично логично что конки не будет она что-то другое и мне-то нет некрофос взять самим инвокер вот это веселее кто-то веселее класс 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 инвокер по тлц под стрелы там какой-то можно прокаст выдавать в лайт гейме это могут быть и катаклизмы с настройки не дуэль здесь это проблема для тролля там еще какую-то блэдмейл если прикупить тебя в дуэли просто убивают и никакие фотик шилда не помогут и ультимейты нажать не можешь классно классно получается но ли он команда в общем любого героя закрывает какая разница будь там троллил не тролль просто троллил темой как раз на то чтобы в последний момент нажать его и вернуться в драку от райдера в легионку взяли кейн это типа нами и просто наверное нет это без мастер мид оба трайдера ну тогда надо замачать сейчас в легионку с бодрайдером не знаю я уже вижу который раз бывает и успешно бывает что бодрайдер по игре настолько теряется что становится бесполезным и я видел там матчи примерно равных команд где бодрайдер это обыграл легион командор но когда ты играешь против команды уровня посильнее когда ты играешь против лелиса а вот этот парень на тройках прям умеет исполнять я честно говоря бы забеспокоился брать бодрайдера в легион командор потому что один проза так в итоге сбрасывает эррор и лассо и шиклшоты и все что хочешь обадон 5 внимание бодрайдер позиции оффлейн тройка виндрэнджер четверка 7 саппорт тролль кэри бестмастер мид против инвокера постарается как-то бестмастер сейчас на линии продемонстрировать себя ну не знаю по моему крыси крю должны тащить тащить эту карту расчет идет на одного тролля по факту если у тролли не пойдет то гг тут еще игр будет star blade ну окей все от линии зависит как там час линии распределяться постарается ли поставить бодрайдер против легионки или наоборот легионки против бодрайдера и что будут с этой даблой вот это очень важно как там по линиям кто сейчас эту битву выиграет может быть от этого и вся игра бы устроиться не а а а не а а а а а а и а ну хватит уже с вами угомонить как дети бутрудинов на тройке интересно ясно что и без мастер на мид идет 1 ждем линии ждем линии стики легион команды ночи легион команды собираются патрайдера встать растики не покупают но какие то диктостики не покупается старта покупая только мир она огур сорву феном для инвокера тоже не новость они же видели что slowdown сидит на без мастер играть соответственно на миде будет стоять а Продолжение следует... Так, ну легенка пока на легкой. И легенку уже увидели. Класс! Слушайте, вард абсолютно бесполезный, но... Учитывая, насколько важно сейчас в начале линию поставить, он хорош, он хорош. Продолжение следует... Минвокер квас-вексовый будет здесь. Видели мы сегодня квас-экзортного, но здесь более привычно нам в последние полгода точно мы видим минвокеров квас-векс, если они появляются в драфтах. Абаддон вместе с Батрайдером на линии против Террор Блейда. Ну, то есть подсвапались ребята, и Террор Блейд говорит, окей, окей, будем свапаться бесконечно, без проблем. Регион команды уже бежит. Это самое главное, чтобы линии сейчас оказались удобными для команды Квинси Крю. И так как свапов от команды Бразил нет, значит они готовы играть с этим. То есть не готовы бороться с этими свапами бесконечно. Ну, ничего страшного. Квинси Крю потеряет, ну, потеряет пачку крипов. Саппорта сейчас пофармит хорошенько. Мирана себе уровень 3 почти берет. Прекрасно. А то, что тут потери для двух коров, это не критично, учитывая, сколько они в итоге получат на линии. Стоишь против Батрайдера, будучи Легион командор. Ну и Террор Блейд будет стоять против тролля. Это же возможность стоять и фрифармить. Практически. В ситуации, когда тебе стоит против Террор Блейда Батрайдер, ты фармишь до первого фрифлая и там 4 стаков напалмы. И на этом все. Все, ребята свапнулись. Батрайдер есть скролл, но нажимать смысл понятно. Его никакого нет. Террор Блейд приходит на вот эту пачку крипов и... Ну и не сильно проседает. Ну, сейчас у него будет 5 крипов. Тролля 9. Ой, ну ладно. Не 5 будет, а 4. Ну вы поняли, вы поняли. Полетел Батрайдер тут же против атак. Еще и Кингер Ди хорошенько можно побить. Фаерблаза летает. Повезло, что Орехов не летело много. Так бы сейчас и закончилась бы жизнь Кингер Ди. Хотя погоня продолжается. Зря переагрились с Батрайдером. Мне кажется, это был фраг. Там у Руба Феном можно было бы продолжать дебафать. И Кингер Ди был бы немножко медленнее, чем сам Огр. Погоню можно было бы вести долго, учитывая наличие Манго. Террор Блэйд под Метаморфозой тут бегает, фармит. Ну а Мирана с уровнем 3.5. Круто. Старшторм 2. Удачная стрела. И все. Это изи фраг. Легчайше. Вот, например, Троллил. Ах, как просвистело, ну вы видели? Прям в сантиметре. В сантиметре от Тролля. Обидно. Очередное поле от Батрайдера. Ой, а у Батрайдера что-то дела не клеятся, получается, на линии. Ха, кто бы мог подумать. Не идет-то фарм идеально. Не получается на линии убивать. А на центре у нас небольшая доминация от Уокера. Емпэкл снайп без мастера, без мана остался. По итогу. Еще и умудряется Квин здесь донять. Ну, Квин. Вот что-что. Вспоминая все игры команды Квинс и Крю. Успел ФБ увидеть. Краешком прям глаза убивает Батрайдера. Что-что. Ну, Квин. Несмотря на то, что команда его в начале играет нестабильно. Вот от него меньше всего проблем, меньше всего к нему претензий. Обычно он, с вами, мид отстаивает очень хорошо. Бывают, конечно, игры, где Явар тащит соло. Но чаще бывают игры, где именно от Квина идет. Вся игра. Именно он там с одним саппортом каким-то побеждает. Но остальные все, конечно, полезны. Тут без спора. Понимаете, в общем, о чем я говорю. ФБ снизу. Странно, что Бразилу решили не продолжать борьбу. За линию. И погибает Абадон. Денаец. Окей. Это не был фраг. Это просто Денай. И они даже решили подсвапываться линиями. Решили, что от Абадона будет больше смысла на топе. Ну и Верка будет полезнее снизу. Хотя тут что Огра, что Легион Командер. Какой смысл стрелять? Там вообще урон не проходит столько брони, что Блайдстоун не решает. Шекл по Огру. Понятно. Точно-не точно, какая разница. Проза так будет тут же от Лелеса. Правда, сейчас Проза-то в кулдауне оказывается. Ребята понимают, что вот он Шанс. Правда, пытается Батрайдера убить на развороте. Верка пытается хоть что-то сделать, но... Что-то немного Кингерди себе переоценил, получается. Полетел, а тут как Огр пошел с этим Мурбуфеном бить Легион Командер там выходит. И Кураж сработал. И в итоге Батрайдер... Давай, отдыхай. Так, там какая-то атака на Бистмастера. Бистмастер. Жив. Регена, правда, нет. Сюда подходит Виндрэнджер на помощь. Стрела полетела в Катапульту. Но жаль, что Катапульта своя выкатилась. Посмотрите, как неудачно. Какая-то регенерация. Класс. О, регенерация! Ну, не тому! Не тому, Реген. Пауэршот пытается Огра добить. Огра дает фаербласт. И для Бистмастера это все. Получается сделать, конечно, фраг. И Бистмастер даже какой-то опыт заработал. Да, руна не тому досталась. Вообще обидно максимально должно быть. Ну, хотя бы Боттл могла бы передать Виндрэнджер. Это понятно. Очередная атака на Батрайдера. Батрайдер в итоге 20 крипов, 27 легион командер. Но тролль фармит с другой стороны очень хорошо. Намного лучше, чем Трорблейд. Трорблейд смотрит уже в лесу какие-то стаки готов делать. И сюда выходит под виженом Баддон. Мешать фармить. И долго мешает. Метаморфоза и варвар в итоге нажимает. И будет фармить под ней. Придется под метаблицу фармить. Но особо и не расстраивается. Какая разница. Все равно бы я нажал. Раз на линии не появляется. Продолжает Баддону мешать. Ну, выигрывает. Там 5-10 секунд выиграет. Потом метаморфоза. Хорошо. Правда, Баддона сейчас готовы убивать. Это все Огр видит. Понимает, что дело пахнет жареным. И пора уходить. Ой, так и варвар сейчас пытается и убить этот Абаддон. Но таки Койл появляется. Через секунду не успевает его дать. И варвар выживает. Реген отсутствует. И варвар сейчас какой-то реген себе может сам довести. Батрайдер погибает. Это дуэль. Легион Командер делает тут убийство одна. Давайте на нетворс перейдем уже. Я думаю, тут поинтереснее смотреть эти цифры. То есть инвокер-то никак не может помочь. У него класс векс прокачка. Поэтому никаких санстрайков в дуэль. Что обычно, кстати, очень имбово. Ну, уокер подевардил. Знает, теперь точно, что здесь никакой вижена нет. Шекл попадает. Мирана подходит. Стрела не точная. Но главное, что гастволок уходит. И вижена нет. Стрела пошла. Там атака на центре на Бессмастера. Подходит Огармаг. Старшторм. И еще одно убийство. Может быть, не стоило спешить со Старшторма. Можно было бы уйти в дуэльку. Уверенно забрать фраг. Я не думаю, что Бессмастер бы куда-то убежал. Телепорт бы он тоже не нажал. Тысяча перевес. Надежда идет на тролля. Но я думаю, Кастабилл не на Арквардене. На тролле будет намного проще выходить в драку и себя проявлять. Арквардене я понимаю, что это было делать намного тяжелее. Возвращается Бессмастер очередной раз на линию. Фейс закупил. Но ребята сами захотели Бессмастера поставить на мид. И сделать Батрайдера тройку. Поэтому, если какие-то претензии есть сейчас у Слоудауна, то придется предъявлять Капитану. Ну, или самому себе, если он попросил по героям взять. МСС тут. Он пока один, но я думаю, что мы можем увидеть два телепорта. Ну, Лайт активирован. Мирана на липах прячется в лесу. Там есть Даст. МСС нажимает просто телепорт. И МСС просто уходит. Потому что никаких понятных Дастов Флину у Гайд нажимать не будет. Ну, в таком случае башня упадет. Но на центре тоже может произойти проблема сейчас. Там на топе башня уже готова падать. Так и на центре можно попушить. Мокер сейчас будет быстро пачку как-то профармить. Но не спешат пока с этими действиями игроки команды Квинси Крю. Такие башню просто снизу отдали. Легионка пушит одна. Это безусловно плюс, что снизу вся команда была. Бразил. А Квинси Крю фармит разные точки. Но при этом Легион Командор и фармит, и пушит. Хоть делает это и не настолько быстро. Огра тут руна подворовывает. Ну, похоже... После Шекла телепорт надо нажимать. Это будет классное решение. Файрбласт. Игнайт. Кто еще дождаться Шекла и ТП нажать? Но Фли тоже все понимает. Батрайдер подлетает, но теперь уже все. Теперь уже ТП не нажать. Ну, и СВГ долго живет. Красавчик. Файрбласт еще можно отспамиться. Ну, это все погоня бесполезно. Но ты сейчас 200-е заработаешь. Втроем идут на этого Огра. И очень долго убивают. То есть копейки получили. Вообще копейки получили. Почти заденавился Аптавр. Я к тому, что, насколько, кроме опыта, здесь вообще не было ничего заработано. 270 золота. Ну, копейки. Копейки. Учитывая, что там за ним 30 секунд. Ребята бегали туда-сюда. Легион Командор выходит в быстрый блинг. Никаких там фастблодмейлов или чего-то подобного. Тролль. Стрела. Как же красиво комбинет. Легионка, может быть, успеет. О, успела. Вы видели, как она дотянулась? Жесть, но это ненормально. Вы посмотрите, как должен дотягиваться герой. Явно рейндж был немного побольше. Ну, ладно. Че уж это, грустить? Убили тролля. Прекрасный выход от инвокера. Эмирана, я скажу так. Вот эта вот стрела по торнадо, но это же красота. Красота. Две тысячи преимущества за команду Квинси Крю. Квинси Крю. Барочка тут невидимости бегает, но пока пользоваться не очень мало. Ну, саппорты пока бесполезные. Я думаю, что абадон еще может раскрыться. Но мы видели сами на линии просто импакт отрицательный. Без смерти. Ничего. Стоял опыт, ворвал. Вот поэтому отрицательный импакт. Толку-то от такого абадона. Батрайдер блинк себе покупает. Легион командер также блинк покупает. Рор. Интересно. Ну, дуэль просто испугалась. Понятно. На всякий случай. Зачем рисковать? Ну, как это все защищать прямо сейчас? Я не совсем понимаю. Террор-блейды при этом нет. Он фармит лес. Но если что, он быстро прилетит с метаморфозой и будет давать жару. Лелис готов рваться в случае чего. Дуэлить. Или спасать. Ну, тут единственный вариант, опять же, только Лелиса заласосировать. Фаербласт из выжидать не успевает. Есть и МП. Лелис просто за атак нажимает, успевает уйти. Есть шаклшот, но продолжить больше нечем. Террор-блейд сюда подходит. Рефлекшн закидывает. Это очень классно. МСС врывается. Есть торнадо по бисмастеру. СВГ закидывает фаербласт. Пошла дуэль. Дуэль на Виндрейнджер. Дуэль выиграна очень легко. Алакрити на Террор-блейда. Урон под две сотни практически. Ну, и скорость атаки очень хорошая. Поэтому мид упадет. Выигрывается уже третья дуэль. 30 урона за 14 минут. Прекрасный результат. Ну, тролль с хорошими таймингами БФ. Ничего не могу сказать. Но он один. Он один пока. Реально никто больше его не сможет поддержать. Бисмастер Мизер играет на 500 золота выше, чем Мирана. Позиции 4. МСС здесь решил покупать Аганим. Хотя я думаю, что здесь можно купить и Лотус какой-то. И Юл можно купить. Но он лучше знает. Я к тому, что как-то вот надо сейвить тиммейтов. Кривцы какие-то тоже можно было взять. Как и на предыдущей карте. Я думаю, тиммейты бы не отказались бы от такого предмета. Аганим все же это больше про Мирану, который хочет убивать. Хочет фармить. Ну, если купит быстро, то ок. Пока там тайминги такие, что можно купить быстро. С медальоном. Легионка врывается. Дуэль на готове. Ну, дуэль все равно будет. Не убежишь ты никуда. Хоть их шилл срабатывает. Ну, в итоге есть смерть на Виндрейнджер. Верк в таверну. А потом с ультимейтом. Прокачивает его. С торнадо себя сбрасывает. Что делать с легионкой? Уже 40 урона дополнительно. И... Мне кажется, Блэдмейл здесь все-таки классно взять. Будет против тролля. На будущее. А потом уже думать о... Ну, можно и Алибарду купить. Можно и БКБ. Тут три варианта. Блэдмейл, Алибарда, БКБ. Можно все подряд купить. И то, и то, и то. Это прям мега классно здесь. Смастер. Такой у нас, знаете, такой полусаппорт еще получается. Он больше... Короче, игра идет на тролля. Если тролль не вытянет драку, то можно ГГ писать. После минуты 25. Если так будет продолжаться все и дальше. Минвокер выходит. Кабан понял все. Снизу пингует на Виндрейнджер в очередной раз. Лелис готов рваться. Виндран уже был активирован. Все, Виндран нет. Дуэль. Старшторм будет. Даже без Старшторма хватает, чтобы сделать еще один фраг. И 50 урона. Это с первого уровня дуэли. Огры убивают. Но я на этот фраг не так обращаю внимание. Все-таки дуэльный фраг намного важнее, чем просто убийство Огра. Тем более Виндрейнджер четверка, а не пятерка. И по золоту она... Правда, все равно беднее Огра. Да, удивительно. Насколько плохо по всем фронтам. Не считая только кэри. Не считая кэри. Ну и инвокер не так сильно отрывается. Куин круто начал, но тяжело прям на инвокере продолжать сноуболить здесь. Конкретно самому инвокеру убивать не получается. Часто. Ну и фармить тоже. Не получается так быстро, как это бестмастер делает с Фладмирсом, бегая с кэмпа на кэмп с кабанами. Снова на готове дуэль. В этот раз, похоже, бестмастер окажется в дуэли. Форнадо, мп, броса атак. Дуэль. Спасти нечему. Жесть! 60 к урону уже дополнительно имеет Лелис. Это 18-ая минута игры. Это еще про Террорблейда вообще не говорю. Он как бы вроде есть, а его вроде и нет. Явар фармит. Ему классно. Тролль тоже фармит. БКБ будет покупать. Легион Командер будет покупать себе... Ну, вот все же Алибарда дальше. Никаких блогмейлов пока не будет. Смок от команды Бразил. Они идут драться в метаморфозу. И они уже не успевают. Это еще интереснее получается. Они уже не успевают, и надо уходить. Пока не поздно. Да и Троллю еще драться нельзя. Что он без БКБ там собирается делать? Его ведь в ультимейте могут просто в торнадо поднять, и он быстро закончится. Спирит-весел у инвокера готов. Так, атака на Огра пока. Похоже на какую-то ловушку. Торнадо есть. Огра еще и пытается спасти. Бладластом Огр бафы от Легиона Командера. Откидывается еще и бластом. Дуэлит не хотят. Странно. А там Тролль умирал, по-моему. Еще один фаербласт. Но Огра в итоге умирает. Никто его как-то не захотел защищать. Трорблейд, как понимаю, вообще не здесь. Ну да, без метаморфоза. Тем более не хотят рисковать. И да, по правде говоря, их можно понять. Почему сейчас Лелис решил не рисковать? Ну а вдруг ворвется, а там Баттл Трэн залетит? Ну умрет. А зачем? Атака на Патрайдера. Рор. Старшторм залетает. Хватит ли урона, чтобы выиграть дуэль? Хватает. Выигрывает дуэль. И успел в последний момент. На последнем такое ощущение были полсекунды, чтобы дуэль выиграть. Явара пытается побить на Масаиге с Сандером. Поэтому цель ужасная. Бистмастер обьются. Бистмастер под Айс Воллом. И по спритвеселам. Далеко у ВТ не получаются. Мирана шиклэшот получают. Вроде шиклэшоты летят классно. А толку ноль. Виндран через 3 секунды. Тролль снова выходит в атаку. И снова понимает, что лучше уйти. Пока не получил по голове. В погоне непонятно за кем. За всеми подряд бегут. Поубить и выйти. Так. Ну что там? Абадончик страдает. Геонкомандор уже с дуэлью. Надо ворваться за халявить. Не хочет Лелис. Ой. Ой-ой-ой. Тут бисмастер решил выйти на охоту. Фаербласт будет? Будет. 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 Кеноптики есть. Доль выиграна очень быстро. 9000 перевес. 164 нен. Это разнос. Это разнос. Вчера тоже были 2 быстрые карты. Но одну из них-то Бразил выиграли. Но я вот не знаю. Я ее не смотрел. Время спал наверное. Не помню. Она была вроде как относительно поздно. Что там было? Ну видимо по драфту. Смотрю там антимаг какой-то был. И походу у нее не задалось. Ну там форсаж. Я думаю попозже захочет расскажет. Ну да. Там походу залили линию антимаг. Вместе с Вичдоктором. А24 антимаг. 114 ВД. Понятно. Понятно что там происходило. Разнос. Разнос был. Трорблэйд в скаде. Вот-вот появится. Но тролли дофармливают БКБ. Но с ним немножко будет попроще. Немножко попроще будет. Вроде как в драке даже не получится этого тролля быстро убить. Остальные что будут делать? Информации пока такой нет. Квара пытается убить. Лассо параллельно на Мирану. Дуэль пошла в тролля. Вот это поважнее чем убийство Мирана. Что такое Мирана вообще? Когда там тролли убивают. Это ваш единственный единиц, для которого вы там всей команды пытаетесь играть. Солар Крест и покупать. Фрустаф и Глимеры. А тролль умирает от дуэли. Печально. И ничего не сделать. Ничего не сделать. И выловник нет. 11 тысяч переезд. Парочка тут курьера. Может быть у... Вот. Парочка тут курьера. Парка. Пойляля. Но он не убьет. Хотя Spirit Wessel есть. Уснеп есть. Б��он страйк есть. Что будет. Страйк на фонтан. Отменяй тп. Теперь ТП от инвокера. Да ладно. Вжимает. Ой. Красиво. Страйк давайте. не хватит урона дуэль а ну ладно тут легион командор с друзьями со страйка таки кастуется и еще одна дуэль выиграна 140 урона дополнительно к тому что имеет lc р-play тут вроде как немножко щекочет тролл его строллю тиммейт может быть даже слушайте айгиста нет сандр ой тиммейт от роля спасти нечем манта нажимает минус тб вот это зашел зашел конечно один печальненько печальненько получилось то руль тиммейт нажала и оказывается что всех убить может снова шоколшот цель классно редко минус агар легкий подфид пока это ничего не меняет но надо покоится чё так раз два три 4 5 под видеть и может что-то это и поменяет так дуэль очередная тролль стрела залетает и стрела становится убийственная для тролля огар выкупился погоне за абадоном спит телепор торнадо успевает последний момент снова на тоненького играет queen что на прошлой карте на кунки что здесь на этом инвокер умудряется прям последний момент и и и и и и по стрела сразу же фасик шилпа трайдер тут невидимости летает врывается в итоге видит иллюзию получает фарбласт получает санстрайк получая долю умирает смешно шокол хороший спасти некому есть торнадо алибардов тролли успевает закинуть как же классный пока бы пустоту пока вы просто в пустоту т.б. начинает стрелять нажимай там уже ультимейта вроде как только справляется погоне при этом активара продолжается под лакарите начинают просто играть всех уже практически на фонтане но надо надо немножко успокоиться не надо так лезть глубоко а то могут ведь и наказать надо пушить огромный торрор плейд шекл наконец-то деревьев рядом не оказалось огур готов выходить огур выходит и гнайта раскидывает надо бы и бладластики раскидывать потихонечку в тиммейтов а то террор блейд почему-то без бафа инвокер рор получил сразу же проза атак на него шекл снова не точный колл снэп на слоу дауна слоу даун старшторм залетает аганимный старшторм и убийство есть и на тролли и на бестмастере 20000 перевес за 26 минут игры падает полноценно вторая линия у команды бразил ну и в эрку тут уже под фонтана почти пытаются убить стрела летит на фонтан ребята могут уйти могут в трон пойти хотят в общем то тролли не долго что без тролля игра идет только на тролля поставку сделали на тролля мне кажется неверно было брать по трейдер без мастера батрайдер взяли в легион командор но вы че вообще с ума сошли должен быть очень уверенно что у вас все будет классно линии решили не свапать но игра окей черт с ним говорят игроки кинсик рюм продаем тролль 5 секунд алла критина террор блейда и трон падает 180 урона дополнительно о все наигрался игрался мидер команды бразил кори тима рака всем всем в гг я левая фф написать вот и все с этим о чем разбираемся мы обеда кинсик рюм так и дальше у нас еще одна игра в сетке лузеров играет это команда предаторы infinity sports эту игру будут комментировать для вас господин форсаж я ему передаю канал я не знаю будет он здесь или на первом канале скорее всего на первом канале будут поэтому через пять-десять минут можете переходить туда но все все с америкой мы с форсом сегодня разберемся до конца вот сейчас он откомментирует и уже послезавтра мы ждем вас на регионе азия на америке будут теперь другие люди извините кто решил сбить режим чтобы с нами посидеть но теперь вам придется на азию переходить или слушать здесь других кастеров но матчи при этом остаются самые интересные поэтому конечно оставайтесь на америке ну и приходите если кто не любит спать утром или просыпается утром приходите к нам будем смотреть групповой стадию азии там еще групповой стадии только-только прям пол половина завершилась еще четыре осталось игровых дня все все отдаю форс и канал не буду его задерживать и вас задерживает так что через пять-десять минут либо здесь либо на первом канале запустится стрим я думаю что вы это поймете сами ну или поставлю хост все всем пока до послезавтра жду на азии